Друзья, последние года 3-4 в Китае я обращал внимание, в основном, додумая вы, на смартфоны Xiaomi. Были еще и Miezu, конечно, но Xiaomi и в то время рвались и выпускали реально крутые вещи. Но был еще один, так сказать, флагман. Это были ребята из OnePlus. Они делают действительно крутые смартфоны. У нас на канале есть обзоры на 5, на 5T, на 6, на 6T. И зачастую всегда эти смартфоны, да что там, они всегда выпускались выше, чем средний ценовой сегмент, позиционируя как премиальное устройство. Действительно, были мощные зарядки, были крутые камеры, молниеносная работа, своя там Oxygen OS-система, оптимизированная с Android, конечно же. И, в общем-то, они всегда держали эту марку. А вот сейчас решили в 2021 году еще и ворваться в бюджетный ценовой сегмент. И выкатили на рынок несколько моделей. И вот самая бюджетная, самая простая, так сказать, это OnePlus Nord N100, которое стоит у меня сейчас на столе. Что в этом смартфоне так, что не так, сейчас вам все расскажу, все протестирую. Всем привет, друзья. Обзоры Белозеров. Поехали. Первое впечатление, друзья. Когда берешь смартфон в руки, он не похож на бюджетник. Металлическая рамка, узнаваемый логотип на задней панели, 2,5D стекло, легкий вес, всего 188 граммов. Это реально, конечно, немного, с учетом большой батареи. О ней я вам расскажу немножко позже. На самом деле крышка задняя это пластик, пачкается отлично и в комплекте даже нет бампера. По эргономике справа кнопка включения блокировки, снизу динамик, порт Type-C, микрофон и 3,5 мм для наушников. Ничего не придумывали. На левом торце громкость, что для меня крайне непривычное и весьма спорное решение. Вверху слот под две сим-карты или одна симка плюс microSD карточка. Вверху дополнительный микрофон. Камера здесь врезана в экран, фронтальная находится слева и довольно она таки крупно выглядит. На задней стороне тройной модуль камеры. Что вот не свойственно для бюджетников, так это экран, а точнее частота в 90 Гц. Это реально конечно заслуживает похвалы. А так дисплей имеет диагональ 652 дюйма, 1600 на 720, THD плюс разрешение 20 к 9, 269 ppi. Матрица IPS, яркости экрана хватает. Конечно радует 90 Гц, но хотелось бы минимум Full HD разрешения, да и точек побольше. В принципе больше у меня претензий нет. Цвета нейтральные, спокойные, хорошие, олеофобное покрытие присутствует, а вот пленку в комплект зажали, даже транспортировочную. Производительность. Процессор Qualcomm Snapdragon 460, видеоускоритель Adreno 610, оперативки здесь 4 гигабайта, встроенной 64. Работает на 10 андроиде с оптимизированной фирменной оболочкой Oxygen OS 10.5. Не ракета, конечно, но вполне все отлично, плавно работает. Подойдет для большинства среднестатистических задач. Можно и фильмы посмотреть, и ютуб, и посерфить в интернете, в соцсети, мессенджеры, все это, конечно, без проблем. А также и в современные игры получится поиграть, пусть и не на максимальных настройках, но все же справляется смартфон. Звук стерео, но для бюджетника он достаточно громкий, внятный, четкий. Еще бонусом я урвал беспроводные наушники, у них 5000 заказов, рейтинг 4,9 баллов из 5, 20 часов музыки, быстрая зарядка, шумодав, да и еще там много всего. Пока тестирую. Если будет интересно в обзоре, дайте знать. Ссылку на наушники я оставил в описании, там множество различных комментариев. Можете просто зайти, ознакомиться хотя бы с некоторыми. Итак, друзья, знаете, что еще порадовало? Что звук здесь действительно хороший, он стерео, громкий, звонок вы точно не пропустите. И в таком формате действительно удобно и играть, и смотреть контент. Настоящая стерео, реально работает круто. И за это опять же спасибо. Если действительно у кого-то получалось урвать этот смартфон за 100 долларов на распродаже, сейчас 140, ну такое себе, конечно. Но если применять какие-то купоны, кэшбэки и со стереозвуком, с неплохой производительностью, вполне себе нормальное устройство. Повторюсь еще раз. Сейчас будем смотреть еще и пару игр и камеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Камерафоном данный смартфон назвать сложно. Основной модуль OmniVision OV13B10 13-мегапиксельный, f2.2 апертура, светосила. Второй это макрообъектив на 2 мегапикселя с апертурой f2.4. Фокусируется на расстоянии 4 сантиметров. И третий для размытия фона. Я не буду тут ругать камеру или набор сенсоров. Для своей цены она стреляет вполне нормальное фото. Так вам скажу, при дневном освещении вполне себе можно получать хорошие кадры. Фронталка на 8 мегапикселей. Немного странно в 2021 году слышать такие значения. Работает она на троечку, иногда уводит в красные оттенки. Но есть автофокус. По видео тоже ничего выдающегося и особенного. Это Full HD при 30 кадрах. Вроде даже как есть цифровая стабилизация. Звук слушать какой получается у нас при записи. Так, ребят, тест-пример записи видео и звука. Смартфон OnePlus Nord N100. Вроде как даже есть стабилизация. Слушаем звук и смотрим качество картинки. Сейчас, правда, уже вечер, пол седьмого. По автономности батарея установлена на 5000 мАч. Неплохо. Быстрая зарядка на 18 Вт тоже есть. И в комплекте. Даже фирменный красный кабель, который практически всегда поставляется с OnePlus'ами. Заряжается, конечно, долго. Почти 2,5 часа до 100%. Не привык я уже такие значения тоже слышать после Poco F3 и 33-ваттной зарядки. Но вот за счет оптимизированной ОС и экрана невысокого разрешения, два дня смартфон живет стабильно. Это тоже хорошо. Wi-Fi здесь двух диапазон и 2,4 и 5 ГГц. Сканер отпечатка пальцев на задней стороне молниеносный. Работает отлично, но тоже уже непривычно. Удобно, когда совмещен с кнопкой блокировки. NFC нет, влагозащиты нет, беспроводной зарядки тоже нет. Хотя, я думаю, вы и так догадались и даже не стоило бы это все озвучивать. На распродаже ценник падал ниже 100 долларов с купонами. И вот это, конечно, интересная ситуация. Актуальную цену продавец сейчас выставил 140-145. Не так интересно. Я думаю, еще скоро либо снизят цену, либо вообще уберут смартфон с продажи. Ведь конкуренция огромнейшая в этом ценовом сегменте. Но и фанатам OnePlus'а тоже хватает. Это далеко не подвал. Несколько дней, друзья, я проходил с этим смартфоном, как использовал как второе устройство. Ну вот вроде бы все хорошо. Вот экранчик приятный, действительно классный. Работает, вроде не тупит, все хорошо. Вылетов никаких нет. Оболочка действительно оптимизирована. И возможно, даже если вы рассматриваете какой-то третий эшелон, ну вот рассмотрите еще OnePlus. Потому что, ну ребята действительно выпускают и обновления постоянно для своих устройств, и оболочка эта оптимизированная. И несмотря на то, что здесь не супер крутые характеристики, он все равно работает, я думаю, еще будет работать не один год. Все так скромненько, все бюджетненько. Нет, конечно, NFC, нет супер быстрой зарядки. Ну и плохого прям чего-то сказать я про этот смартфон не могу, как другие там ругали. OnePlus все провалился, сдался. Это провал, крах года. Да нет, друзья. Вполне себе нормальный смартфон, который будет выполнять все свои стандартные функции. Вы сможете и поиграть на нем, и посмотреть фильмы, посмотреть YouTube. Да и, собственно, как звонилка тоже достаточно нормально все работает. И автономность с таким экраном хорошая. Плюс то, что здесь 90 Гц, хорошие цвета, то и в повседневной жизни вы смартфоном этим будете довольны. Да, это не пушка, есть другие варианты. Но OnePlus есть OnePlus. Не хочется его ругать, хотя есть и сами знаете за что. Но в целом я бы дал ему просто твердую классную 3 с плюсом. За вот все эти недочеты и плюсы и минусы. А возможно в каких-то вещах даже вот просто пятерочка зашла. Что вы думаете по поводу данного аппарата? Пишите, конечно, ваши мысли в комментариях. Возможно, кто-то из вас уже его приобрел. Или что вообще думаете по OnePlus? Я думаю, что многие из вас используют эти смартфоны. Но вот теперь есть и бюджетный ценовой сегмент. Как дальше будет у компании? Сложно сказать. Ведь Xiaomi просто крушит весь рынок. Всем спасибо, друзья, за внимание. Чтобы не пропускать новые видео, то просто не пропускайте их. И мы увидимся с вами очень скоро. А впереди много всего интересного, полезного и не совсем. Пока.